Атаваихсан представляет Авторитетный ученый шафиитского масхаба Хатиб Аш-Ширбини об этом пишет следующее Также важное условие для получателя заката Он не должен принадлежать к потомству хашемитов или мутталибитов Семейства пророка, мир ему и благословение Аллаха Им не разрешается закат, даже если им не выплачивается хумус Пятая часть из хумуса добычи Из-за отсутствия поступлений в байт аль-мал или его захвата притеснителями Также запрещается им брать что-либо из имущества, переданного в назру Другой авторитетный ученый шафиитского масхаба Ибн Хаджар Аль-Хайтами сказал В этом вопросе к закату приравниваются все обязательные выплаты Такие как назар и кафарат, в том числе и штрафные жертвоприношения в хадже Однако им не запрещена желательная милостыня А самому пророку, мир ему и благословение Аллаха Были запретны все виды садака Ибо его положение пред Всевышним очень высоко Однако ему было разрешено получать подарки Потому что получение подарков соответствует достоинству правителей В отличие от милостыни От Абдуль-Муталиба ибн Рабиа Передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Поистине, членам семьи Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха Не следует прикасаться к садака Передали имам Ахмад, муслим Абудавуд Пророк, мир ему и благословение Аллаха Потому что она является результатом очищения имущества и душ людей Исходя из этого хадиса, можно сказать, что мудрость того, что пророку, мир ему и благословение Аллаха Было запретно садака, заключается в том Что это был способ отстранения пророка, его величия и уважения от грязи людей По той же самой причине и его семье было запрещено принимать садака Также в сборниках достоверных хадисов Бухари и Муслима сообщается, что Абу Хураира Да будет доволен им Аллах, сказал Когда однажды Аль-Хасан Бин-Али, старший внук пророка, мир ему и благословение Аллаха Да будет доволен ими обоими Аллах Взял финик из тех, что были собраны в качестве садака И положил себе в рот Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха Сказал ему Нельзя, нельзя, выбрось его Разве ты не знаешь, что мы Все члены семьи пророка, мир ему и благословение Аллаха Не едим садака Передали имам Ахмад, Бухари, Муслим, Ибн Хиббан В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха Сказал, поистине садака нам не дозволено Ученые высказали разные мнения относительно мудрости запрета садака для Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и его семейства Согласно одному из мнений, причиной запрета садака пророку, мир ему и благословение Аллаха, является его высокое положение перед Всевышним относительно других людей Поэтому Всевышний Аллах запретил ему и его потомству закят, сохраняя и защищая его высокое положение от чего-либо посягательства или чего-либо возвышения при подаче ему садака или закята Таким образом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его семейство могли сохранить свою независимость, что давало им высокий статус Если бы Всевышний Аллах дозволил пророку, мир ему и благословение Аллаха, и его семейству садака, язычники могли бы попрекать его тем, что он собирает садака для себя и своего семейства Однако Всевышний Аллах закрыл этот вопрос, запретив пророку, мир ему и благословение Аллаха, и его семейству садака На это мнение также указывает Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аль-Аскаляни Не забудьте подписаться на канал А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик Мир, милость и благословение Аллаха всем нам